Что у нас персонажи делают в кадре, Саша? Пьют. Что пьют? Лимонад. Лимонад. Почему они пьют лимонад? Потому что им залка. Конечно, потому что они где находятся? В Африке. Идеи мультфильмов у воспитанников студии «Рябинушка» рождаются на ходу. Вдохновение всюду. Шишка на лбу подруги, и вот на лбу главной героини Лисички красуется такая же. Кучай, люблю тебя, Шишка. Возвращайся скорее. А потом они снова встретились. Мультипликация – это такая интересная деятельность, которая не предполагает собой умение рисовать. Причем дети, как раз не умея рисовать, рисуют обалденных персонажей. Воображение детское, оно многогранно и изобретательно. Иногда хочется быстрее записать, потому что можно потерять мысль ребенка и уже ее никак не восстановить. Я рисую котенка по имени Муриска. Веселый, милый, пушистенький. А что за история с ним приключилась? Он шел-шел по траве и нашел цветочек. Он его сорвал? Он его сорвал и подойдет к другой кошечке, тоже его подружке. У нее какой-то праздник был? А у нее был день кошечек-девочек. В этом детском саду мультипликации занимаются больше 10 лет. Первые творцы скоро закончат школу, но каждый год подрастает новое поколение мультипликаторов. Интересно то, что мы вырезаем, обводим и рисуем сами там персонажей и снимаем. Больше всего я люблю рисовать поляну с цветочками и бабочками. Работа серьезная. Придумать сценарий, сделать эскиз, нарисовать персонажей, а затем съемка. Это перекладная анимация. Малыши за кадром переставляют персонажей и декорации. А в кадре картинка оживает. Для двухминутного мультика нужно больше полутора тысяч снимков. Совы – это чипсы ночью. Мультфильм про сов покорил сердца не только воспитателей и родителей. С ним маленькие мультипликаторы выиграли на международном детском фестивале «Корти Апонте». Смотри, у тебя туловище по эскизу больше, чем голова. Вскоре зрители увидят новые творения мультипликаторов про березового жирафа, храброго страуса и многих-многих других.